Дополнительные насосы и автоматику установили в котельной по улице Победы в этом году. В прошлом здесь поменяли два котла. Новое оборудование позволяет экономить газ и быстрее нагревать батареи. Газовые установки прошли испытания зимой. Никаких сбоев не было. Они снабжали теплом роддом больницы имени Симашко и шесть жилых домов. Только на новое оборудование потратили несколько миллионов рублей. Котел полностью автоматический. Здесь никаких лишних кнопок нет. Есть панель управления. Включили, выключили. Дальше все автоматика сделает сама. Данный котел работает на производстве поносителя на отопление и горячую воду. Старый котел остался марки КВГН. Планируется его замена в следующем году. Сейчас он у нас находится в резерве, законсервирован. В работу старый котел запустят только в том случае, если зима выдастся аномально холодной. Также в здании провели косметический ремонт. Обновили и кровлю. На данной котельной базируются наши солесаря-ремонтники, сварщики, специалисты КИПа. То есть для их более комфортного здесь нахождения был произведен ремонт. И не только для этого данное здание находилось в аварийном состоянии, разваливалось, разрушивалось. То есть, соответственно, провели его укрепление, сделали косметический ремонт. В Самаре в этом году заменили 11 котлов, а за два года – 18. Кроме того, на 80% завершили работы по ремонту теплотрассы. Почти наполовину восстановили благоустройство территории. Работы на теплосети в этом году масштабные. 15 крупных запланированных объектов, плюс еще 7 дополнительных. Протяженность всех участков превышает 20 километров. Я на своей памяти не вспомню, чтобы так мощно, или будем говорить, перекрывали улицы. И мы нигде практически не сорвали те сроки, которые обещали. Объем работы, потому что развернутые были в основном все работы там, где не было связи с горячей водой. Мы начали в мае, и мы уже сегодня пошли на восстановление благоустройства. Вот это точное понимание. И у людей, мы пошли 10 километров трассы перекладывать, пошли вот буквально в начале августа. Но мы точно до 25 сентября собрать монтажную схему, и потом только заниматься восстановлениями работами. Никогда такого объема, я каждый раз повторяю, перекладок не было. Городские власти завершили гидравлические испытания в срок. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. Елена Малютина.